Так как мы уже с вами прошли Айо-Ойо, Хён-Джэ, настоящее время, в прошедшее время просто делать нечего, просто делать нечего, мы сейчас её быстренько-быстренько пройдём и выучим. Всё очень просто. Если вы видите в тексте от от, вот такой вот двойной счёт в любом предложении, возьмём, например, могу сэо. Или хэсэо, или кассэо. Везде, где нам встречается от от, вот он. Это у нас прошедшее время. Давайте распишем для того, чтобы было понятней. Если мы говорим в настоящем времени, тогда это будет могуё. Могуё, помните? Или хэо. Или као. Могуё, кушаю, могу сэо, кушал, хэйо, делаю, хэсэо, сделал, као, иду, кассэо, шёл, ходил. Вот и всё, ничего сложного нет. Давайте теперь мы сейчас с вами закрепим это в книге. Итак, смотрим книгу. Так, чтобы было вам видно. Смотрим на картинку, представляем себе и читаем. Девчонка спрашивает парня. Он дэ мо хэсэо? Вчера что делал? Чингурэ манасэо. Друга встречал. И, как всегда, для закрепления, для закрепления мы проделываем упражнение. Вот эту часть. Окей. Ставим на паузу. Проделываем. Давайте теперь рассмотрим, как же использовать эту грамматику. Для сильных студентов, для сильных студентов, для тех, кто хорошо усвоил мои уроки айо, ойо, конечно, для тех студентов не будет проблем использовать ад осойо, да? Прошедшее время. Потому что несложно догадаться, как она соединяется, вот, с томца или с сьомьонца. Но для тех, кто плохо освоил айо, ойо, у них будет опять же, опять же, трудности. Вот поэтому, вот поэтому объясняю еще раз, еще раз показываю, как она соединяется вместе с этой грамматикой. Если мы хотим сказать «я кушал» или «я делал» или «я ходил». Давайте рассмотрим подробно, окей. Давайте смотрим первое, мокта. Могуё, мокта, да, у нас, мокта. И нам нужно подставить «ква-го», прошедшее время. Так как у нас идет последнее гласное «о», значит, мы используем «о-со-ю», не «а-со-ю», а «о-со-ю». Вот мы используем «о-со-ю». И получается. Опять мы туда убираем, чтобы использовать. Использовать. И у нас получается вот так. Могу ссо-ю. Легко, легко. Смотрим следующее слово. Следующее слово «хода». Хода. Так как я вам уже объяснял на моих старых видео, что «хода» — это исключение. Вот вроде бы «а», вроде бы она должна быть просто «хайо», но нет. В корейском языке она будет меняться на «хайо». Это исключение. Просто нужно будет запомнить, окей? Итак, смотрим. Так как это исключение, мы с вами не ориентируемся, будет идти «а» или «о». Мы просто запишем ее вот так. «Ат», «от», «о», «о», «о». И получается. Там мы убираем. Получается у нас «хада», «хайо». Вот. Вот эта часть, да? Вот эта часть у нас переходит на «э» и «пачим». Остается «пачим». «эсоя» получается. Вот. Еще раз, еще раз. Смотрите. «Хада». «Хада». Если мы говорим о настоящем времени, то у нас получается «хэйо». Правильно ведь? У нас «от», «от» не было. Просто «аё», «оё». Получилось у нас «хэйо». Вот. «Хэйо». Но так как у нас идет прошедшее время, вот эта связка, вот, «шиот», он никуда не пропадает в прошедшем времени. И получается у нас «хэйо». 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 Видите? Просто зрительно-зрительно вот эта часть, она остается, переходит неизменно. Да? А вот «айо» поменялось на «э». И получилось у нас «хэйо». «Хэйсоё». Окей? Больше читайте, больше читайте, прописывайте вот так, и все. И вы запомните. Уже зрительно просто запомните, что это просто «хэйо». Это просто прошедшее время. Вот и все. И давайте последнее слово возьмем в пример «хэйо». 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 Плюс. «Хэйо». Берем сразу, чтобы не вазорилось глаза. Так как у нас последнее гласное идет «а», значит, мы используем «асойо». Вот так. и получается у нас то есть то есть еще раз смотрим когда плюс а свою у нас вообще-то должно быть по идее получится вот так к а со и так как так как у нас тут две гласные вот здесь вот ой а вот они просто соединяются и получается просто 1 а вот то есть мы убираем либо эту а либо эту а возьмем вот так в пример и что у нас получается у нас получается что к просто переходит вот сюда наверх и получается нас косо надеюсь что сложности никого не будет и надеюсь что я объяснил понятно итак переходим к следующей грамматике поехали а